всем 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 привет ребят в сегодняшнем ролике как и обещал вот сегодня хочу записать вам такой ивент который у нас в новом дд это завоевание судного дня конфликт районов вот он у нас здесь вот прошлый раз у нас не получилось его записывать потому что у нас был просто договорняк я понял что ну просто смысла никакого нет сейчас вроде как бы тоже договорняк вот но надо же хоть что-то записать чтобы на память было тем кто понимали кто у вас кого это вообще будет в будущем так сказать а здесь у нас есть что у нас есть график объявления войны вот такой вот вроде сложноватый но по сути нет здесь у нас указаны все воскресенье недели да то есть который у нас будет идти дд 7 недель по сути соответственно первую неделю у нас нет ничего во вторую неделю у нас полномасштабная война то есть мы как в обычном дд вторник 4 суббота воюем вот и получается через одну неделю то есть каждый раз через неделю у нас происходит вот такая вот битва то есть по сути за весь дд их происходит всего три битвы вот то есть в эти дни когда происходит война районов именно за косма в новой карте дд то есть нет битв между альянсами то есть это единственная такая особенность читать это все не буду если захотите на паузу можете посмотреть на смысла я не вижу вот так вот выглядит наши районы вот у нас сейчас уже показано внизу что мы в процессе на войне с двадцать восемь девятнадцать вот здесь если я не ошибаюсь у дб до у дб прошлый раз мы им отдавали победу я так понимаю сейчас будет наша очередь вот так это все выглядит через полчаса начнется сам еще первый раз потому что прошлый раз когда давали ничего такого не было что у нас здесь точку поставили так что у нас дальше ну по сути конечно космы должны штат оборонять вот пока это конечно не происходит давайте сюда наверно будем мы перемещаться так еще кто-то влез вот поэтому в принципе мы все будем все что мы будем по сути так понимаю делать это прокладывать плитки и захватывать сам косма но по сути я думаю многие уже там видели ролики у других ребят у наших особенно заграничных так сказать ребят у которых в принципе немного раньше происходил сам д д то есть и все эти битвы там были у нас конечно без битвы походу будет ну возможно с одной стороны тем лучше мы немного отдохнем с другой стороны конечно не смогу показать все до конца а вот ну как видите пушек здесь нет пушек здесь нет то что я помню из последних особенностей а вот вот эту вот зону расширили на одну плитку ну как я уже говорил да там в предыдущем ролике то здесь было четыре плитки сейчас здесь пять то есть по сути две базы помещается еще остается место а вот переходить в эту зону телепортироваться насколько я помню мы можем только если мы себе возьмем по моему четыре плитки как в эдеме любые любого нашего лента с ними вы только для себя насколько я помню можете конечно ошибаюсь вот но если там вот такие вот четыре плитки нашего альянса мы сможем телепортироваться ближе вот ну и по сути нам нужно подвести плитку через вот эту вот всю грязь сюда и как видите здесь сколько у нас тут 500000 хп ну вот все что нам нужно это сбить всю прочку давайте еще посмотрим что у нас тут пишут но здесь это понятно это что у нас здесь так у нас здесь есть ну как видите да указано самые сильные альянсы которые будут соответственно сражаться вот таким вот образом вот можем посмотреть рейтинги и так далее что у нас тут есть еще время объявления войны но понятно это время которое мы ставим но у нас и сами битвы стоят 8 плюс 8 по игровому времени поэтому соответственно и саму битву мы поставили тоже на плюс 8 прямая победа уничтожить космодром штат ну и так понимаю либо можно если космодромы останутся живые можно соответственно по очкам так ну давайте пока подождем все равно пока акшоне еще нет поэтому пока запаузим это все у нас есть пока время чтобы всем собраться пока еще идет ожидание решил более подробно вам показать в принципе то что я вам и говорил но всю эту суть после успешного объявления войны да ну то есть наша r5 самого сильного альянса в штате объявляет войну члены альянса и r4 могут отправиться во внешнее кольцо на то есть там где сейчас моя база находится черной земли чтобы установить точку сбора то есть соответственно мы ставим поставили эту точку после успешного объявления войны командиры из воюющих сторон могут перемещаться соответственно в эти вне в это внешнее кольцо и соперник после объявления тоже ставит и может поставить высадку у нас вот то есть по сути происходит ну такая двойное сражение да то есть ну в принципе как и в дд то есть вы обороняетесь в то же время атакуете вот поэтому тут в идеале конечно нужно скорее всего либо разделяться на альянсы либо разделяться на группы но в плане того что кто-то все-таки остается у себя в штате и защищает космо соответственно если вы да без каких-либо договоров о размене так сказать вот либо соответственно если у вас там же несколько сильных альянсов то один возможно идет в атаку полностью а второй полностью защищает вот там уже конечно как удобно так сказать но как это все организуют наши ребята лидера дальше что у нас идет после начала периода борьбы да то есть здесь точно также полчаса идет период подготовки вот после того как они заканчиваются соответственно воюющие стороны могут атаковать земли в пределах черной земли ну то есть мы по сути можем начать прокладывать плитки для косма соответственно вот при перемещении в центральное кольцо черной земли ну то есть дальше на ближе косма вы можете перемещаться только на земле два на два ну то есть четыре плитки мы понимаем да как в эдеме уже занятыми вашим собственным районом ну то есть неважно это будет плитка моего моя плитка плитка моего альянса либо нашего соседнего альянса на который с нами в одном штате пришел сюда воевать неважно главное взять плитки два на два то есть четыре плитки и туда может переместиться база ну то есть в принципе аналогично схема работы как в эдеме только не знаю что плитки по сути могут быть любые хоть ваших хоть ваших союзников хоть союзного альянса вот по сути я и на союзного альянса могу плитки прыгнуть ну я так понимаю есть таких плиток не будет то ближе мы прыгнуть соответственно не можем а вот идем дальше ну и соответственно прежде чем атаковать центр района противника атакующая сторона должна занять земли соединяющие с ним ну то есть по сути мы понимаем да как в эдеме то есть либо как даже в дд нужно подвести плитку соответственно косма и только тогда его можно будет атаковать побеждает а сторона которая первая уничтожит центр района противника в принципе все логично как бы я думаю вы там не оборонялись все равно вам его уничтожит ну в основном поэтому здесь скорее состоит вопросах кто же первый это сможет сделать а вот соответственно что еще у нас здесь есть у нас есть вот такой вот момент в самом верху фаза подготовки фаза борьбы да это мы смотрели вот здесь вот есть личный рейтинг выполните следующее задание чтобы заработать личные очки убить вражеского солдата т9 соответственно или выше ну то есть либо т9 либо т10 это примерно плюс четыре очка захватить один участок земли двенадцатого уровня во вражеском районе черной земли то есть захват чужой плитки плюс 400 тысяч нанести один урон вражескому центру района плюс тысяча за одну единицу урон да то есть но если ваш бтр там 800 наносит 700 там 1000 вот если ты еще очков получить запустить одну ракету-разрушитель плюс 100 тысяч ну ракета-разрушитель это р-4 р-5 я так понимание здесь тоже есть как и в любой схватке в дд вот поэтому ребята могут их запускать соответственно получат это тоже очки а вот что еще у нас здесь есть что мне еще хотелось бы вам здесь показать вот рейтинг награда за победу в событии при победе района то есть да если ну допустим мы уничтожили первыми космос все участвующие альянсы получат сезон очки альянса в соответствии с их рейтингом вклада то есть по сути какие-то очки мы получаем да то есть если при битве мы у кого-то очки и отбираем либо потеряем 20 процентов либо забираем 20 процентов то есть здесь получается все что мы заработаем нам должно пойти в копилку просто в наши очки чем выше общее количество сезонных очков всех альянсов во вражеском районе тем выше очки сезона всех альянсов в нашем районе они будут получены при победе в событии ну я так понимаю принцип опять же точно такой же как при отборе 20 процентов очков то есть если мы соревнуемся и воюем со штатом у которых в принципе допустим да много альянсов находится там допустим в топ-10 и суммарно у них очень много очков допустим ну по сравнению с каким-то другим штатам а вот то соответственно мы получаем больше очков я так понимаю это вот так почему потому что у нас в принципе есть самом первом видео уже показал да то есть созданные сильные штаты и созданы слабые штаты поэтому если мы объявим соответственно войну слабому штату там принципе на скорее всего никто не остановит потому что там либо фермерские альянсы либо очень маленький альянс то есть там никто не будет воевать ну и соответственно и профита да то есть очков вы от этого получите немного потому что они все находятся там обычно в топ-50 и ниже по сути одну либо даже там в топ-40 и ниже то есть ну выгодно конечно же воевать с сильными штатами вот ну и при поражении в событии члены альянса не теряют очки сезона то есть по сути даже если вы проиграть вы ничего не терять насколько это понимаю поэтому довольно таки прикольно но сама конечно битва если именно воевать она довольно таки непростая потому что можно получить по щам что очень и очень бывает это все-таки не забываем это не едем не зря здесь расширены госпиталя то есть соответственно войска которые не вылечиваются именно умирают во время битвы это уже клоны по сути это все расходы ну и так далее и тому подобное вот ну пока ждем ждем соответственно начала что же вот и началась по сути битва до окончания два часа сейчас наши начнут делать плиточку соответственно вот ну и мы уже пойдем как видите все все у нас тут выстроились но точнее четыре альянса видите они все отображаются как будто это все одно целое на то есть мы здесь можем вместе быть поэтому то есть телепортироваться из дворе то есть сейчас вот видите появляется зеленым то есть если взять плитки два на два то есть даже союзниками другими альянсами то мы соответственно сможем телепортироваться даже на их плитки вот ну ребята делают по сути прямую сейчас дойдем и будем прибивать это все ну как вы понимаете по сути это все без битвы то есть если бы здесь была реальная битва то здесь бы явно были бы соперники их базы их нужно было бы выносить ракетами там да я либо атаковать и плюс они также могли бы поставить базы сюда то есть мешать нам соответственно поставить базы ну к примеру там есть на ребята которые поставили базы вот они тоже могут соответственно мешать и не давать ставить нам свои базы и соответственно точки сбора то есть их тоже нужно было бы сначала вынести вот а потом уже соответственно мы бы смогли поставить и высадку и базы вот мы сейчас пока я не вижу смысла прям особо ставить плитки вот посмотрим как она все будет но кто-то кто-то похоже хочет попробовать телепортироваться ближе но я пока подожду что у нас уже дойдем дойдем до сюда и тогда уже начнем вот я посмотрим что то кстати прыгнет кто у нас тут желает нашем штате я только смотрел там в принципе все спокойно как она есть то есть по сути нам просто отдают вот если я вот так вот видите да сделают все могу на чужие плитки по сути даже прыгнуть и поставить базу тоже пока в этом смысла не вижу если бы конечно была война и нужно было бы двигаться ближе тогда да сейчас пока смысла я не вижу все что нам нужно это дойти но так как это опять же говорю договорняка и по сути все остальные то есть еще три альянса тоже атакуют чтобы заработать всякие тачки то есть наша цель по сути сейчас просто это нанести как можно больше урона чтобы мы могли как можно больше взять с собой соответственно очков это все ничего такого особенного конечно не будет больше вот жаль конечно не было бита но возможно возможно еще на последний этап вот на последний либо это уже последний этап нет скорее всего еще один будет еще по идее через воскресенье у нас будет этап такой же я имею до ивент то есть там возможно конечно уже с кем-то повоюем потому что по сути три раза за весь ивент за весь dd да то есть на 1 2 еще можно договориться на 3 уже как бы ну никак отдать тому же потом либо забрать не сможем победу просто потому что уже не будет следующего этапа поэтому скорее всего последний будет уже именно битва но тогда ее скорее всего это же запишу но пока посмотрим там тоже посмотрим как она все будет сейчас любом случае для истории более-менее спокойным ритме показать это все объяснить да не в виде уже битвы потому что если битвой будет тогда уже буду просто записывать с пониманием того что и вы понимаете что здесь происходит и что делают ребята чтобы я просто не объяснял это все еще раз вот и так далее что у нас здесь ну уж ребята доходят по сути видите да то есть можно плитки братья от союзников то есть вот отправили бтр хотя по сути там другой лент ну то есть кто угодно может это все вот это все считается плитки как нашего в целом штата то есть я могу сейчас брать плитку вот здесь понимаете да хотя как бы это альянс совсем не наш вот но это такое самое главное ребята поставили уже плитку в принципе я тоже не вижу смысла потому что даже если любой из нас дойдет первый атаковать на самом деле смогут все поэтому тут вообще можно было просто подождать пока один кто-то дойдет но конечно если бы это была битва то лучше идти сразу со всех сторон одна база прыгнула как видите сразу считано снимает здесь поэтому сейчас конечно может быть жарко все таки у нас это воскресенье такая база может быть атаковано в принципе поэтому ну посмотрим я не вижу смысла надрывать свою задницу видите скорость похода в грязи она как вы понимаете как обычно она довольно таки низкая в бтр с машинками до сих пор телепает и ему еще идти 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 вот поэтому конечно да нюансы как бы есть так ну все кто-то прыгнул попробовал явно понял что щит теряется до телепортироваться можно но если в этой зоне мы еще можем оставаться в принципе под щитом и ничего нам особо не грозит уже при телепорте ближе щит снимается соответственно вас могут атаковать и соответственно это все чревато как вы понимаете последствиями вот поэтому будьте осторожны в плане того что что вы соответственно делаете если вы собираетесь туда телепортироваться готовы ли вы при этом еще принимать удары так ну хорошо моментальный возврат в принципе работает это приятно то есть соответственно можно мне моментальный отзыв сделать вот но если кто не в курсе дать специализация вот dd я просто ее еще оставил поэтому это конечно плюс то есть мне не нужно будет стать пока мои войска еще и вернуться обратно я могу их за 800 алмазов моментально повозвращать и опять отправить вот так что еще единственное что еще наверное раз у нас сопротивление особого не будет я наверное заряжу везде машинки на вот чтобы просто быстрее атаковать и больше наносить урона да в принципе везде машинки вот ну как видите на то есть ребят телепортируется но я смысла не вижу конечно быстрее похода быстрее дойдем но я же говорю сейчас даже шарин сдойдет мы сможем атаковать потому что по сути как наша плитка поэтому прям безумно спешить я не вижу смысла все принципе напишу да ладно если так понятно зачем тратить прочность конечно те кто ближе становится у них шансов больше больше раз про атакует но на это дело такое ну тоже близко близко есть соответственно сейчас будем атаковать кто тоже кое-кто переместился в принципе потихоньку идут все что у нас тут видите вот соответственно можно отправить привку просто и все ну и сейчас пойдет моментальное уничтожение все настолько включится да да я представил если бы это еще было все в реальной в реальной битве это конечно было бы жесть тормозить сразу жутко ну как то вот так вот ребят ну что так бы чуть полегче ну это просто просто жесть ну хотя по сути 500000 но после эдемов я думаю мы с вами прекрасно понимаем да когда там города и столицы там просто миллион то 500000 здесь это конечно же ни о чем ну прям 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 вот так вот телепортироваться науки понеслась душа в рай жара так один прибежал можно еще успеет ух как много как много фризов так я вообще сомневаюсь что в таком положении можно удержать вообще косм как вы понимаете да если столько атакуют сразу любой дошел альянс и сразу могут атаковать все но не знаю да флаги как видите можно ставить то есть соответственно поэтому если в этом есть необходимость в данном случае я думаю это просто потому что у нас битв в принципе не будет флаги остаются так конечно во время битвы да поставить флаг либо возможно даже не сколько здесь сколько на пути но именно пока вы делаете плитки космос если это именно реально в битве делается то утратить по 10 прочности довольно таки неудобно поэтому лучше конечно по наставить флаги и прокладывать себе путь уже именно вместе с флагами так мы даже успеваю доходить потихоньку но минута видите минута но это при том что я не стою прямо в самом краю но по сути минуту нужно идти до косма ну вот но флагов понаставили жуть капец как он как она фризит просто посмотрите это при том что я увеличил чтобы не было видно битверов и анимацию войск я даже боюсь сейчас обратно уменьшать начинай на вообще ляжет так по сути больше половины уже снесли 209 тысяч поэтому вопрос пару минут чисто из-за того что поход долгий ну и наверно все в принципе атакуют в основном тоже плюс-минус машинками вот никто бойцов особо не спален разве что миксы в принципе все равно машинки то быстрее идут так пришли пришли отправим еще разок хотя я сомневаюсь что не успеет ну это вообще жесть за эти тормоза конечно за фрезы наша игра еще к такому походу не особо готова ну она как бы выдерживает все равно так но мою жена вряд ли дойдут снесут сейчас 29 тысяч то в принципе не проблема 21 14 но все да все бой окончен сложно назвать табоем так это готово это готова так что у нас тут с этой плиткой уберем ее сразу да все центр мы захватили что у нас теперь тут вообще напишут давайте глянем так ну все период бэйбы . сброса тролля мы закончили просмотр личного рейтинга вот наша личный рейтинг соответственно его вкладник вкладчики и так сказать у меня даже это тридцать шестое место вау круто вот все соответственно видите показано о том что прочности уже нет прочность есть соответственно рейтинг альянса вот такой вот я так понимаю это суммарно игроки что все в принципе сделали ну видите у нас довольно такие ну как минимум три альянса довольно ровно прошли и соответственно еще четыре тоже вот ну по сути по сути это все то есть мы сейчас вот видите района здесь отображать победа поражения то есть на кто кто где побывал ну по сути все давайте глянем почту в общем что пришло нам да что то пришло 36 место фрагмент гена 20000 монет судного дня 10000 ну окей победа победа и за то что мы соответственно победил наш район и виден вклада моего альянса номер один да ну то есть я так понимаю за вклад именно альянс что тут у нас ну почета кстати неплохо так это насколько 4 миллиона насыпали на совокупно но и бонусы почета понятно в принципе все в принципе все отчеты понятно тут нечего смотреть можно спокойно идти домой и вот такая вот она конечно скудненькая без битвы но по сути я надеюсь для тех кто будет впервые смотреть и играть в этот дд будут понимать что им нужно делать в конфликте районов а на этом у меня все ребят увидимся в новых видосах пока пока